Сегодняшний урок давайте посвятим модели робот как услуга. Немножко поговорим о том, что под этим термином я предразумеваю, и пройдем один практический урок, который подготовил наш инженер Алишер. Для начала, робот как услуга. Давайте посмотрим определение на Википедии. И, если честно, в большой ясности вы, наверное, не найдете никак не в Википедии, и в принципе в большинстве статей, которые вы можете найти в сети интернет, посвященной вопросу модели робот как услуга, они оставляют больше вопросов открытыми, чем закрытыми. Но если базово, на основании моих часов в сети интернет рыскания, по факту в плоскости робот как услуга разговаривают сегодня в двух направлениях. Первое – это как раз то, к чему Википедия сейчас склоняется общим коллективным разумом. Это робот, подключенный к облаку и предоставляющий уже услуги пользователю через приложение. Второй тренд, он более хардкорный, его можно увидеть, наверное, при кладной плоскости, даже у этого есть виток истории, откуда в сегодняшних рабочих процессах компании он вытекает. Это сервисная модель обслуживания роботов, тоже очень-очень новой и немного где встретишь. Все на уровне пилотирования, наверное, но коротко это, когда у нас начал появляться рынок аренды промышленного оборудования, так как это сложно-технологический товар, в принципе, аренда пошла и с обслуживанием, а в итоге пришли к тому, что хорошо бы не, в принципе, приобретать сложно-техническую дорогостоящую технику производством, а использовать ее по сервисной модели, когда вендор тебе оборудует завод, обслуживает его эксправность, производит все, как это называется, prediction maintenance, собирает аналитику о работе станков и старается обеспечить бесперебойную работу, а ты, как владелец предприятия, занимаешься своим делом, а именно работаешь над самим продуктом. И, в принципе, это тоже очень сильно подходит под понятие робот как услуга и попадает в сервисно-ориентированную архитектуру, поэтому в общем и целом робот как услуга – это механизм, по которому у нас появляется пользователь с набором сервисов, услуг или функций, если уже в технологию идти, с которыми может взаимодействовать пользователь. И для того, чтобы показать, как можно применить платформу робономика для реализации модели робот как услуга, мы подготовили новый пакет для Иры. Он также у нас лежит на GitHub организации Aerolab в репозитории зимней школы робономики. Вот здесь вот у нас с вами есть уже известные давно пакеты для Иры, связанные с замерами на Гарри Фудияма, потом еще один пакет IoT Agent, и вот появился новый пакет – симулятор черепашки. Черепашка – пакет стандартный, пакет довольно популярный для ROSA, который используют для того, чтобы строить какие-то свои обучающие материалы зачастую или попробовать в первый раз в действии функционал. И мы как раз-таки подготовили на примере симуляции черепашки. Вот она вот так вот будет выглядеть, когда запустится. Она не механическая, она не живая, она виртуальная. Вот она у нас по результату практической части данного урока, когда вы с ней заключите контракт, она предоставит вам две функции – запустить меня по окружности в левую сторону или запустить меня по окружности в правую сторону. Для этого мы будем вот такой вот DPP использовать, написанное Сашей Старостным. Здесь можно будет создать контракт с периодом, в течение которого вы хотите арендовать черепашку. 1 час 24 часа или 60 секунд. И дальше, когда контракт создастся, черепашка передает под ваше управление, и появятся кнопки «Повернуть налево» или «Повернуть направо». Вот. Так что вот сейчас мы с вами приступим к этому уроку и немножко пообщаемся в целом про модель робот как услуга. Рассмотрим парочку его примеров. Давайте приступим. Ссылки на приложения, на репозиторий, на... Ну и сопровождающие другие ссылки, которые будут встречаться по ходу нашей с вами работы сейчас, они будут все, конечно, в описании к данному видео на YouTube. Итак, если зайти в сам пакет симуляции черепашки для армономики, здесь есть неплохое детальное ритми, написанное Лишером, за что ему большое-большое спасибо. Оно написано как на русском, так и переведено на английский. И, в принципе, я в данном уроке буду больше опираясь на него, показывать, что это работает, ну и сопровожу, соответственно, пояснениями. С чего стоит начать? Все же до того, как мы начнем идти по данному ритме, давайте с вами вспомним, что у нас должно быть уже настроено на нашей с вами машинке. Виртулбокс у вас должна быть Aira в версии 0.17.1. Вы можете ее запустить, вызвать и в конфиг, посмотреть IP-адрес, попробовать еще раз с ней SSH соединение и снова ее выключить. И после этого уже вам нужно посмотреть, что у вас метамаск направлен на сайдчейн AiraLab по адресу sidechain.aira.live.rpc И в этом сайдчейне, соответственно, вы открываете DAPP, и оно хотя бы у вас, как у меня сейчас здесь, открывается и в точности так же выглядит. После того, как вы это проверили, можно идти в ритме. И первым делом вам нужно будет скачать с первого шага ссылки с Google Диска образ виртуальной машины с Ubuntu, на которой будет симулятор черепашки работать. То есть вы вашу Aira подключитесь с другой виртуальной машиной, подготовленной Alisher, где разворачивается симуляция черепашки. Вот если нажмете образ V-Box Robot.Ova весом 3,7 гигабайт, то надо будет скачать. Он у меня скачен, поэтому я перехожу, и двойным нажатием на скаченный образ у меня появляется окно. Поменяйте, как просит Alisher, чтобы проще было проходить инструкцию. Название виртуальной машины на Hi. Она у меня проимпортирована, и в принципе можно, наверное, поднять количество оперативки. Наверное, желательно я у себя поменяю сейчас в настройках. Ну и проимпортируйте, появится у вас вот такая вот машинка рядом. Что нужно нам дальше? А дальше нам нужно с вами создать вот здесь вот хост-нетворк-менеджер. Нужно создать новую сетку и поставить галочку напротив включения для HCP сервера. Это можно закрыть. Это у нас с вами, вернемся, это у нас с вами как раз-таки второй шаг. Менеджер сети хоста, и в появившемся окне нужно создать, соответственно, чтобы у нас появилась сеть между машинами. Дальше у нас с вами импортирует скаченный образ, и теперь нужно подключить наши с вами машинки к созданной только что сети для них. Для этого в настройках мы переходим в вкладку Network. Здесь есть, например, Adapter 2, Host Only, и вот он у нас здесь появился. Это мы сделаем здесь, и это делаем мы с вами здесь. Ага, здесь у меня уже отмечено. Кстати, я хотел еще поднять... Ну, вот даже вот так вот себя поднять в машинке. Ну, тирки. Все. Окей, вот мы с вами настроим сейчас. Проимпорт скачали. Дополнительную виртуальную машину, тяжелую, но мы ее скачали. Проимпортировали с именем Hive. Оперативочки поднажали. Затем создали в общем окне VirtualBox, зайдя в файл, Host Network Manager, создали вот такую сеть в BoxNet, с включен DashCP сервером, и в настройках каждой из машин мы с вами добавили еще одну сетевой адаптер, который как раз таки направили на, соответственно, созданную только что сеть в обоих машинках. Так, теперь проверили, и что мы делаем? Мы запускаем каждую из этих машин. Пока запускается, давайте я вернусь. Что нам нужно сделать? Вот запустили мы обе виртуальные машины. Алишер здесь, кстати, предлагает, если будут проблемы, так как это виртуальная машина запускается, ну, которую вы скачали только что Hive, запускается не только в консоли, а у вас есть графический интерфейс, то можно включить вскорение и подтормаживать не должно после этого. Теперь нужно сначала, чтобы не вбивать вот команду, руками не перепечатывать в окно AIR. Давайте проверим, какой у меня адрес тут. 20-173, я к нему подключусь, остался тот же самый. Вот, подключился, и нужно посмотреть их IP-адреса. Еще раз. Вот, это у нас IP-адрес выдало для AIR. Смотрим. И то же самое. И то же самое можно выполнить на второй машинке. Вот она у нас загрузилась. Вызовем здесь терминал. Включился 192. 192-168-56-101. Это IP-адрес машины Hive. И 192-168-56-3. Это адрес AIR. И теперь нам с вами сейчас нужно будет внести адрес Hive в конфигурацию на нашей AIR. Поэтому возвращаемся в SSH-соединение. Открываем. И у меня, посмотрите, здесь внесен с другим адресом. До этого, естественно, уже пробовал, проходил. Вот у вас будет строчка только imports выше. А вот эти три строчки, как и в описании урока, нужно добавить. И видите, здесь надо по своему адресу поставить IP-адрес Hive. Еще раз. Так как она у меня была графическая, возвращаюсь. Здесь 56-101. Возвращаюсь в SSH-соединение. 56-6. А тут у меня, видите, другой адрес стоял. 102-102. Вот ставлю 101. И сохраняю. Проверяю. 56-101. Поменял. Что нам нужно теперь дальше сделать? Текст редактор. И нужно запустить пересборку, потому что мы изменили конфигурацию. Так, пересборка прошла. Теперь нам с вами нужно выполнить то же самую операцию для Aira. Да. В Hive надо открыть ETC-host. Давайте хоть тут не сказать, что... Ага. Пароль. Алишер написал в описании рыбный пароль. Он такой же, как и имя. Вот смотрите, у меня здесь в хоз уже был прописан. Вот Aira. И мне сейчас надо еще раз посмотреть. А здесь у меня выдавался адрес 56-3. Значит, надо мне сейчас указать 56-3. И то же самое. Сохранить. Открыть 56-3. Вот. Прописал. И теперь можно, в принципе, сделать... Да, уже, по-моему, пинг можно сделать. Вот, да. Для этого в Hive запустите пинг Aira. Это, значит, мы пойдем сюда и... Вот и пошел обмен сообщениями. А теперь мы дальше пойдем... Пинг Hive. Давайте здесь теперь... Здесь у нас тоже идет обмен сообщениями. Ну вот мы с вами преодолели настройку сети между нашими участниками данного урока. Так что можно двигаться дальше. Хорошо. Пинги проверили между двумя машинками. Еще раз повторюсь, Hive у нас отвечает за визуальную составляющую урока. То есть, именно там, в окне, который вот здесь мы сейчас открыли консоль, здесь рядом откроется наша виртуальная черепашка. И она будет двигаться у нас здесь, в терминале. Ну, не в терминале, а в данном окне виртуальной машины. Отвечать за всю коммуникацию этой виртуальной черепашки будет ваш образ Aira 017.1, к которому мы через SSH коннектируемся. Что теперь нужно? Теперь нам нужно скачать, перекачать, либо обновить репозиторий зимней школы арбономики. У себя, поэтому я сделаю клон. Так, после того, как скачается, давайте вернемся к описанию в ридные пакета симулятора черепашки. И здесь нам нужно с вами, вот смотрите, сделать никс-билд пакета. Перейдя, конечно, то есть, переходим, выполняем команду сборки пакета для Aira. Тартл, сим, Aira. И после того, как он соберется, пропишем переменные окружения и запустим, посмотрите, трейдер лаунч. Ну, здесь уже, наверное, понятно. И откроем еще одно окошко, и в нем пропишем опять переменные окружения. И что мы сделаем? Запустим воркера. Это нам уже известно, сменилось только, у какого пакета торговый узел и рабочий узел будут запускаться. У нас сейчас соберется пакет черепашки, да. Теперь мы прописываем переменные. И что у нас запуск здесь? Лишер предлагает сначала запустить торгового. Ну, давайте запустим торгового. Так, видим сообщение, что торговый узел запущен. Давайте... Рут, по-моему, сколько там. Чем-то. Здесь нам нужно будет сейчас прописать команду снова. Так, нет, нам сначала надо будет перейти в новый окне, снова в территорию с репозиторием, прописать переменные. И теперь запустить рабочий узел без внесения каких-либо изменений в него. Посмотрим. Отлично. Рабочий узел у нас тоже запустился. И... Вот. Рабочий узел запущен и запущен и торговый узел запущен. Теперь можно перейти к настройке Hive для запуска прослушивания мастер-ноды и запуска графической части черепашки. Итак, остался 12-й шаг по инструкции Алишера, в котором мы с вами должны будем нашу виртуальную машину Hive, которая отвечает за графическую часть черепашки, подключить к мастер-ноде росовской на Аире. Поэтому нам нужно открыть консоль Hive и вот здесь выполнить такую функцию, как экспорт росмастер-ури. И дальше введите в адресе Аира и порт, по которому росмастер будет общаться. И после этого запустить росовский пакет графической черепашки. И у нас вот мы ее и видим. Ну что, мы готовы. Вернемся в ДАПП. Мы в сайдчейне. Мы сейчас с вами отправим сообщение. Отправляем сообщение. Смотрим, что здесь. Ну вот, смотрите, уже даже пока я ждал, первое, в трейдере, видите, в узел торговый увидел, ответил предложением. И пока я смотрел в логи рабочего узла, здесь уже поменялся new master address, мой адрес ДАПП. Вот, и здесь отобразилось в ДАПП. Теперь две кнопочки. Здесь по часовой стрелке и против часовой стрелки. А теперь давайте попробуем подвигать черепашку. И вуаля, наша черепашка сделала круг. А теперь попробуем отправить ее против часовой стрелки. И наша черепашка делает круг в другую сторону. Вот и пример, когда, как вы можете теперь посмотреть, мы использовали умный контракт для того, чтобы предопределить набор функций, которые будут доступны пользователю дальше без транзакции в чейн. То есть по прямому сообщению. В принципе, эти сообщения могут проходить вне глобальной сети. Если вы подпишите сообщение на каком-то автономном объекте внутри каворкинга с мэш-сетью, все так же сработает. В локальной копии чейна увидят адрес, пропустят по нему по контракту транзакцию к функциям, которые настроено уже исполнять AIRA. Вот такой у нас с вами получился практический урок. Ну и в заключение мы с вами еще немножко поговорим по поводу применения и примеров.